вот такую вот шикарную выпечку мы с вами приготовили посмотрите какая красота выпечка мягкая нежная ароматная и очень вкусная ну и вот так она выглядит разломе тесто потрясающее начинка сочная готовьте радуйте своих родных и близких ну а если вам нравится подробный пошаговый рецепт подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайк и пойдем готовить весь этот потрясающий кулинарный шедевр поехали привет с вами домашняя кулинария и сегодня у нас бесподобные рецепт для которых понадобится простое тесто тесто готовим без дрожжей получается быстро просто и очень вкусно и для начала мою миску я вливаю 150 миллилитров молока молоко у меня комнатной температуры и сюда я добавляю 70 миллилитров растительного масла сюда же одно яйцо и все это хорошо перемешать ну а также нам понадобится пол чайной ложки соли пол чайной ложки пищевой соды и 1 столовая ложка уксуса еще немного перемешаем и одним махом добавляем я убираю венчик добавляю всю руку и руками вымешиваем мягкое приятное на ощупь тесто сначала я вымешиваю миски после чего перейду к замесу тесто руками на столе вот так вот соединяем все ингредиенты переношу тесто на стол ну вот посмотрите какое потрясающее мягкое очень приятное на ощупь тесто у нас получилось а теперь я разделю на 10 равных частей каждый может делить тесто так как ему удобно я сначала каждую половину вот так вот закатаю в колбаску разделю каждую на пять частей закатываем шарик а теперь беру вторую половину и снова разделю на 5 равных 4 ну вот такие вот шарики у нас получились а теперь каждый шарик мы должны будем раскатать приблизительно диаметром 15-20 сантиметров я закончила раскатывать все десять шариков теста а теперь все пласты теста мы складываем стопку и между слоями смазываем размягченным сливочным маслом я буду складывать по пять слоев ну вот такая вот слоеная заготовка из пяти слоев у нас получилось и аналогично мы приготовим вторую заготовку вот так вот складывая круглые пласты друг на друга и между слоями смазываем размягченным сливочным маслом беру пыль-этиленовый пакет все слоеные заготовки я перекладываю в пакет ставлю заготовки в холодильник на 45-60 минут или в морозильную камеру на 25-30 минут нам надо чтобы масло между слоями застыло ну а за это время мы приготовим начинку я покажу как я это делаю а мы начнем готовить начинку для начинки нам понадобится 1 репчатый лук который я нарезаю мелким кубиком закончила нарезать репчатый лук все переношу в миску в которой мы будем готовить начинку а также для начинки нам понадобится куриная грудка которую я предварительно заморозила немного для того чтобы ее можно было легко нарезать мы нарезаем грудку также мелким кубиком вот такими вот тонкими слоями нарезаем сначала грудку за грудиную кость я оставляю для бульона а теперь вот так вот очень легко мы нарезаем мелким кубиком сначала соломка затем вот так вот быстро и очень ровно но вот посмотрите как мелко мы нарезали грудку и точно так же я нарежу всю грудку грудка я тоже закончила и вот такой вот мелко нарезанную я перекладываю в мою миску ну и последнее я взяла одну среднюю картошку которую тоже нарезаем мелко и тонко для того чтобы она быстро приготовилась картошку я тоже закончила все добавляю начинку и где что нам осталось мы заправляем начинку для начала добавляю черный перец сюда же красную паприку добавляю приправу для курицы и сюда же одну столовую ложку размягченного сливочного масла все хорошо перемешаю начинка готова солить мы ее не будем для того чтобы начинка не выпустил много сока солить мы будем во время формовки главное этого не забыть ну вот такая вот очень вкусная начинка у нас получилась пахнет уже очень вкусно так как здесь очень ароматные специи для курицы но я ставлю начинку и мы переходим к тесту я достаю тесто из холодильника масло уже застыла но тесто еще очень мягкая немного припыляю стол мукой и раскатываю нашу слоеную заготовку прямоугольный пласт а теперь складываем сначала снизу затем сверху немного раскатаю ну а теперь полученный прямоугольный пласт я разделю на четыре равные части сначала разделю пополам затем каждую половину еще на две части откладываю заготовки достаю из полиэтиленового пакета вторую слоеную заготовку и точно также раскатываю прямоугольный пласт и снова складываю сначала с одной стороны затем другой немного раскатаю и точно также разделю на 4 порции а теперь берем начинку и и вот так вот посередине выкладываем одну восьмую часть обязательно надо посолить и начинаем формовать просто соединяем вот так вот края делаем вот такие вот защиты и обязательно сверху и снизу но такие вот красивые заготовки у нас должны получиться и снова соединяем края и аналогично я буду формовать всю нашу выпечку ну вот такие вот красивые они у нас получаются я перекладываю их на противень предварительно постелив пекарскую бумагу ну вот такую красоту мы приготовили и я покажу что у нас получилось ну вот посмотрите какие роскошные они у нас получились и можно их смазать вот так вот как я взять один желток и одну чайную ложку сметаны все хорошо перемешаю можно с водой можно с молоком вот так вот я хорошо перемешаю и смажу верташи выпечку закончила смазать всю выпечку а теперь можно острым нашел или просто бритвы делаем вот такие вот надрезы ставлю противень духовку при температуре 180 градусов на 25 минут ориентируйтесь по особенностям своей духовке доводим выпечку до готовности и я покажу какая красота у нас получилась смотрите какая потрясающая выпечка у нас получилась вот так вот она выпекается со всех сторон выпечка еще очень горячая обязательно покажу как она выглядит разломе ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайк готовьте две-три-пять порции это очень вкусно пишите ваше мнение делитесь рецептом в соц сетях всегда ваше всегда с вами домашняя кулинария пока пока я я Продолжение следует...